Сегодня в Одессе также почтили память погибших моряков. Представители военно-морских сил совместно с пограничниками спустили на воду венок и цветы. Такой традиции вспоминают тех, кто погиб в море. Кристина Немченко продолжит эту тему. На борту катера морской охраны журналисты, пограничники, бывшие моряки и их дети. В честь 73-й годовщины со дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков все отправились в море, чтобы спустить на воду венок из живых цветов. Праздник связан с историей освобождения от фашистов нашего города. Прежде всего, это память, что наши деды освободили нашу землю, дали нам независимость. Из Одесского порта отправляются два катера. За маяком делают остановку напротив памятника неизвестному матросу. Только после специальной команды спускают на воду венок из живых цветов. После того, как венок оказался в море, представители пограничной службы спускают и цветы. Александр раньше служил в военно-морском флоте. Сейчас учит морскому делу молодое поколение, пишет песни и стихи. Недавно взялся за создание гимна отряда береговой охраны. В море вышел за вдохновением. У меня с морем очень много связано. И хотелось бы, будем так говорить, я многим написал гимны. А именно для моряков еще. Я уже давно мечтал, у меня были идеи написать морщасти погранвойск. Но сейчас это так не звучит, а будет звучать загин береговой охраны. Традиция пускать венки на воду существует с незапамятных времен. Таким образом отдают дань морякам, которые погибли в море. Прежде всего Одессу защищали с моря. Поэтому в день освобождения принято отправляться в места боевой славы, чтобы почтить память погибших моряков.